Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ новости в студии Олег Соловьёв. В начале выпуска коротко его главные темы. Рейд представителей администрации по торговым объектам города. Надо мягко и непринужденно до людей доводить, что все средства защиты на данной территории у вас имеются. Годовщина утверждения символов Десногорска. Для имиджа города мы поднимали имидж города, для привлечения туристов в наш город, и поэтому с серьёзностью отнеслись к принятию этого решения. В Десногорске продолжаются рейды по соблюдению санитарных мер торговыми объектами города. Очередное подобное мероприятие прошло 26 октября. Сотрудники администрации города и представители Роспотребнадзора посетили торговый центр «Галактика» и магазин «Ремонт дома». У нас работает сейчас комиссия по соблюдению, по проверке указа губернатора. Какие мероприятия вы проводите, как у вас проводится ли термометрия, обрабатываете поверхности, как происходит всё это у вас. Будь то торговый островок или сетевой магазин, санитарные меры уже стали привычной частью работы. Обработка рук, термометрия, маски, перчатки – это касается как сотрудников и продавцов, так и посетителей. При этом для удобства последних предметов личной гигиены можно получить прямо на месте. Надо мягко и непринужденно до людей доводить, что все средства защиты на данной территории у вас имеются, что у них доступ к ним имеется, что они без каких-то для себя дополнительных затрат могут их одеть. Важный аспект особых мер – санитарная обработка помещений. Это касается как отдельных арендаторов, так и администрации торгового центра. В обоих случаях пренебрежения к этой обязанности замечено не было. Все нужные чистящие, моющие вещества в полном объеме. Все в полном объеме. Такие рейды, которые с недавних пор стали регулярными, носят информационный, а не карательный характер. Ответственное отношение граждан к нововведениям станет значительным препятствием к распространению новой инфекции в Десногорске. Ожидаем, что люди будут с большей ответственностью относиться к соблюдению данных мероприятий и не допускать распространения коронавируса. Одними из главных опознавательных знаков населенного пункта являются герб и флаг. Они выражают главную суть города, его уникальную составляющую. А в Десногорске их сразу несколько, и все они нашли свое отражение в символике Атомграда. Герб Десногорска хорошо знаком и узнаваем. Более того, он кажется очевидным для атомного города. В основе герба – символ атома, как в специфике Десногорска. Красные и желтые цвета символизируют свет и тепло, которое дает смоленская АЭС Десногорску. А голубь, как символ мира, подчеркивает мирное служение атома человеку. В таком виде герб существует уже более 10 лет. Но идея первого официального знака города появилась еще раньше. Трое талантливых горожан предложили свое видение герба Атомграда в 1992 году. Эскиз стал лучшим в конкурсе Городского комитета молодежи и был утвержден решением Совета народных депутатов 23 декабря того же года. Мы работали, это Кулаков Евгений, он был как бы администратором вот этого всего действа. Был Володя Морозов, который замечательный художник. Ну и в принципе идея на этом какая-то составляющая-то моя была, поэтому втроем мы как бы разработали герб. Ну, я знаю, это было начало 90-х, хотелось что-то новое в город внести. Пробыв символом в Десногорске около 12 лет, герб обновляется в 2004-м. Птицы и кольца стали золотого цвета на темно-синем фоне. Поле щита пересечено теперь белыми и темно-синими волнами. Они же отсылка к Десногорскому водохранилищу. А по-настоящему новый дизайн знака Атомграда Смоленщины появится спустя 5 лет. Для имиджа города мы поднимали имидж города, для привлечения туристов в наш город. И поэтому с серьезностью отнеслись к принятию этого решения. Василий Дзядзин – депутат Десногорского городского совета третьего созыва. 28 октября 2009 года он принимал участие в депутатской сессии, где был утвержден нынешний герб Десногорска, а также и флаг с аналогичной эмблемой. Несмотря на то, что депутаты были разные партии, разные группы движения, это, наверное, не впервые, но одно из редких моментов, где принят вопрос был принят единогласно. Причем были довольны авторской группой комиссии, которая готовила проект это решение. Тогда же герб и флаг были внесены в государственный гералитический регистр Российской Федерации. Сегодня же, спустя ровно 11 лет, символы Десногорска остаются актуальными и лаконично отражают специфику по-своему уникального города не только Смоленщины, но и всей России. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ В конце выпуска о погоде. 29 октября в Десногорске переменная облачность. Днем плюс 10, ночью до плюс 4. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова